Лена у нас прекрасный человек, теперь моя новая подруга. Она инструктор нейро-неграфики, нейро-лингвист, коуч трансформационных игр. Лена, привет! Привет, Тиана! Ну, а я, в свою очередь, если твои ребята меня не знают, я ченнелер, исследователь всяких тонких вещей и практик осознанных сновидений. Ну, вот это о нас. И давай поговорим про нашу чудесную поездку. Давай поговорим про поездку. Наверное, первый, конечно же, вопрос. Вот у меня к тебе вопрос вначале. Не по плану. Вот вопросы все, как обычно, остаются где-то в потоке. Всё равно говорим не так, как было по плану. Вот у меня такой вопрос. Ты в эту поездку собиралась как? Ну, она у тебя была запланирована? Ты к ней готовилась или как вообще? Как ты попала? А вообще поездка была никак не запланирована. Просто когда-то давно я увидела, про Шасту узнала и про Сидону. И хотела всегда поехать. Но сказать, что прямо вот я запланировала там свой отпуск, на эти даты обязательно должна поехать. В этом году туда не было такого абсолютно. Это было очень спонтанное решение. Я увидела рекламу организаторов тура и поняла, что мне туда надо. Это то, что меня прям зовёт. И вот так вот я попала в тур. То есть я купила буквально одна из последних участников этого тура. Там где-то после меня ещё два или три человека присоединилось, и всё, и было набрано уже количество участников. То есть это для меня прям очень спонтанная поездка. Но, видимо, позвала меня эта поездка. И люди в этой поездке меня позвали. Ну, я вот не случайно спросила, потому что с теми, с кем мне удалось там побеседовать, в редкие адекватные моменты, все говорили примерно то же самое. То есть был какой-то спонтанный импульс и был отклик. Ну, вот у меня, в принципе, точно так же. Я не собиралась, не собиралась, а потом вдруг взяла и купила билет просто в один вечер. Ну, вот так вот. Ну, да. То есть это тоже, ну, как бы что-то значит, как бы для, в принципе, для настройки, для понимания, что это за поездка, и что туда действительно людей позвали. Да, нам нужно было там собраться, всем вот этой компанией. Да, потому что у нас там было такое хорошее взаимодействие во все разные стороны жизни. Ну, мне это напомнило немножко, как, знаешь, как преодоление к порядку через хаос, да, сложить что-то через какие-то препятствия. Ну, это потрясающий опыт. Я просто хочу поблагодарить еще раз Алекса, организаторов и всех за это. Ну, тогда, может, следующий вопрос. Управдалось ли твое, ну, если у тебя было какое-то ожидание, то оправдалось ли оно, если да? Ну, ожидание от, наверное, оправдалось. Может быть, даже превзошло касаемо вот мест, да, все-таки я там где-то, я не такой прямо чувствительный человек, да, не такой энергетически подготовленный ко всем местам. И то, что я чувствовала, для меня это было внутреннее потрясение, потому что для меня это было новое. То есть я не практиковала никаких энергетических, там, работ, да, особо сильно. И то, что я испытывала там, для меня это было сильное потрясение, особенно вот во время работ с шаманами. Ну, про шаманов поговорим, да. Да, то есть и места все эти были настолько сильные, что у меня были, ну, я прям чувствовала внутри вот это брожение энергии, и которую раньше я не чувствовала. То есть сказать, что меня изменила эта поездка, это мало что сказать, меня натрансформировало кардинально. Я много что почувствовала того, что раньше не было. Лена, ты вот в теле ощущала что-то? Или всё-таки внутренний какой-то духовный процесс? Или то, и то? И то, и то. И то, и то. И в теле я чувствовала энергию, движение. Прям вот горячо у меня было где-то в каком-то моменте. В каком-то моменте холодно у меня было. Я прям чувствовала свои органы, которые двигались внутри, и по ним бежала энергия. Вот это вот я чувствовала, да. То холод, то жар. И, ну, таких не было ощущений раньше, могу сказать точно. И духовно тоже, душевно тоже я чувствовала всё это. Я просто сравнивала немножко, да. То есть там получается так, что одних вели больше телом, других вели больше, ну, через это, да. Кого-то вели через сердце. Ну, то есть у меня-то создалось такое впечатление, что вот именно каждого вели. Вот в Мексике, просто если чуть-чуть там вернуться, да, ты же не ездила с нами в Мексику. Вот. Там была немножко другая ситуация. Там группа была как единый такой организм, такой, как семья такая. Вот всё, вот так просто. И там нас считывали как одно какое-то поле. Вот просто нас вели всех один, можно сказать, одинаково. Вот. Каким-то общим потоком. А здесь было именно, что я чувствовала, что за каждым свои какие-то наставники стоят и каждого трансформируют. То есть как бы собрали в такой котёл повариться. И каждый отслеживал за своим аватарчиком, что там происходит. То есть тоже это как бы не случайный такой вопрос. Угу. Так, спросите, что-то я покашляю. Да. А скажи, пожалуйста, а твои ожидания вообще оправдались? У тебя были какие-то ожидания? И может быть мы ещё покажем наши слайды? Да, сейчас покажем. Просто так поступлю. Сейчас я их найду. Мои, у меня, во-первых, не было ожиданий, потому что у меня после Кайласа такая система не задавать вопросов вообще никому, ни себе, ни высшим силам, никому. Просто делать. И у меня не было ожиданий, но, как сказать, у меня был результат. Вот об этом поговорим позже, да, сейчас, когда я запущу слайды. Итог. Продолжение следует...